Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка заказа по четвертому каталогу плюс вип-новинки пятого каталога. Итак, давайте открывать. Вот так выглядит коробочка. Начнем с вами по порядку. Прямо самая верхняя позиция. Это детские витамины девчонки взяла. На них неплохая цена в этом каталоге. Жалко, отменили их для випов. Жалко и обидно, да, не дают взять. Не прокатило в этом каталоге, скажем так. Это обычный витамин, обычный капсул. У многих девчонок был вопрос, как они выглядят. То есть, если детки маленькие, 157,07 артикул, состав тут достаточно богатый. Мы сейчас как раз болеем. Вот чтобы восстановиться, я решила ей этот комплекс дать пропить. Заслудировано приходит банка. У банок БАДов молекулярных упаковочка, вот эта крышечка, она разная. Есть вот такая пластмассовая, а есть такая, знаете, не знаю, как ее назвать, фольгированная, что ли. То есть, они почему-то разные. Не пугайтесь, как бы все нормально. Обратная связь уже по этому поводу отвечала. Я люблю эти БАДы, мне не нравятся. Я вижу, как они работают. Мне кажется, они помощнее фиберолит. Мне кажется, я даже, я бы сказала, я уверена. Фокус. То есть, они обычные вот такие вот крупные капсулы. Поэтому, если у вас маленький ребенок, я думаю, это будет неудобно, некомфортно. Или придется куда-то пересыпать. Фокус нас сегодня вообще решил окончательно покинуть с этой блестящей банкой. Здесь 60 штук. Наверное, они у нас с вами пьются по две. Я так подозреваю. Крышка, кстати, с защитой от детей. То есть, она просто проворачивается. Чтобы ее открыть, нужно надавить. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим область применения. Где, поскольку. По одной капсуле один раз в день во время еды. О, то есть, это у нас на два месяца, где 60 точно штук. Да, 60 капсул по одной один раз в день. То есть, на два месяца целых. Вообще, отлично. Так, продолжаем. Новинка попалась под руки. Новые гели для стирки. Я гели не люблю. Ими особенно не стираю. Но некоторые ткани все-таки они требуют. Гели, и, конечно, я не могу не потестировать новинку для вас. Это концентрированный гель для стирки. Он, по-моему, универсальный. Супер концентрат. 20 стирок. Цена, как у обычных гелей. Сохраняет яркие краски. В общем, для цветных и для белых. Я не знаю, что они здесь обновили. На самом деле. 308-42 артикул. Это новинка пятого каталога. Давайте послушаем с вами аромат. Так, артикул я вам сказала. Ой, он ярко-розовый, слушайте. Что-то все-таки, наверное, обновили. Смотрите, вот какого цвета. Обалдеть. И он пахнет ягодами. У него достаточно яркая и очень приятная душка. На мой вкус с легкой кислинкой. Он пахнет ягодным гелем для душа. И даже яблочком больше, наверное. На первый план выходит яблочко. Красное такое. Не зеленое. Красное, но, тем не менее, с кислинкой. Слушайте, очень интересно. Кто нашими гелями пользуется. Я, по-моему, только для белых брала ткани. Больше не для каких. Был ли такой гель у нас или нет. Или это совсем абсолютная новинка. Я просто люблю сыпучие порошки. Гели не люблю. Но от геля еще девчонки-машинки блесневеют. Поэтому, если любите стирать гелем, периодически стирайте нашим порошком. Так, взяла для мытья посуды 0+. Концентрированное средство. Яблочко на этот раз захотелось. Артикул 394. Давно не брала яблоко. Он уже у нас с вами зеленый. Действительно пахнет яблочком. Кстати, по аромату сейчас вот сравнила. Один за другим они похожи чем-то. Прямо действительно. Два своих любимых кондиционера взяла. Орган, у которых яркий, насыщенный, очень вкусный, очень богатый аромат. Который очень долго остается на высохшем белье. За это я его люблю. Последнее время у меня что-то и новинки были. И вообще все какие-то безароматные. Я прям так по нему соскучилась, что взяла аж 2. 118.54. А, Б, Ж. Так, дальше что у нас тут из серии. Думаю еще взяла освежитель. Вот такой весенние цветочки, конечно же. Сейчас весна, захотелось цветочков. Цветочное облако. Артикул его 303.28. Заглушка от детей есть. То есть, когда вы ее включаете, нажимаете, не нажмешь на него. Забыла аромат. Все время тоже стараюсь чередовать. Ну, классный цветочный весенний с нотками чистоты. Не скажу, что зеленушечки, а больше такая чистота порошковая. Как я люблю. Так, взяла рефрешер. Девчонки, даже больше с целью, как освежитель воздуха. Я иногда люблю такие вещи распылять на тюль. Вот распыляешь и дома аромат, и дома прям так здорово. Классно. И тюль даже, если где-то замялась, но с помощью рефрешера ее легко разгладить. А так вот эту вещь вообще легко сделать дома самому. Можно в обычный водный освежитель добавить немножко кондиционера для белья. И будет тоже самое кстати. Вот зачем я это взяла, если я люблю запах органа. Надо было из него сделать рефрешер. Ладно, оставлю этот флакон. Мне кажется, я этот не брала, я брала только сиреневый, цветочный бриз. Их долгое время не было в каталоге и на сайте 302.88 артикул. Давайте послушаем. Здесь такая же заглушка, такой же распылитель. Ой, слушайте, вкусно. Писали, когда их только выпустили, что у них ароматы перепутные. Я не знаю, сейчас они исправили это все. Пахнет вкусно. Лавандой, слушайте, наверное, все-таки перепутно. Хотя нет, здесь сирень нарисована. Цветочки. Цветочки. Вкусный, нет, вкусный аромат. Очень классный, очень яркий, насыщенный, цветочный. Да, и нотки сирени здесь есть. И даже, не знаю, шиповника, что ли, когда он светит. Ну, такой интересный аромат. Поэтому, конечно, применение этому средству мы найдем. По купонам вообще и по сайту Фаберлик. Девчонки, сейчас, да, не очень удобно. Вернулись к хорошо забытому старому сайту, к старому приложению. Так уже было. Кто давно в Фаберлик, тот знает. И есть небольшие неудобства. Но я надеюсь, что Фаберлик это все в ближайшее время исправит. Ничего не бойтесь, делайте заказ. Единственное, что теперь на втором шаге оформления всей акции. И если вам нужен акционный товар из каталога, вы его сразу в корзину не бросайте. А выбирайте именно на втором шаге, да. Мы нажимаем кнопку «Продолжить» в корзине. И у нас перерасчитывается цена с нашей скидкой. И у нас открываются все наши акции. Поэтому, как бы, все нормально. Но единственное, вот, когда я брала новинки по пятому каталогу, то многие позиции были без фотографий. И одежда в том числе. А мне очень хотелось взять футболку. И чтобы понять, что это за футболка, мне нужно было лезть в пятый каталог, искать артикулы, потому что абсолютно вся одежда без фотографий. Нельзя открыть карточку товара. На прошлой версии сайта и приложения была фотография. Можно было нажать на товар. Хотя это новинка следующего каталога. И почитать информацию. Сейчас такого нет даже без фотографий. Представляете, на некоторые товары были фотографии, на одежду. И на некоторые товары уходовой косметики не было. Вот это очень неудобно, дико неудобно. И вот с этим Фаберлик бы надо побыстрее наладить все. По купонам я практически ничего не брала. Почему? Сейчас расскажу. Я недавно вам рассказывала, когда они были, по-моему, до Нового года. По ним высокий балл. Очень выгодно было брать именно по купонам продукцию. Хотя и цена могла быть чуть-чуть подороже, потому что акции бывают в каталоге и повкуснее, скажем так. Но был полный балл. Сейчас на полный балл очень редко на какие продукты. То есть даже если продукт уходовый, не факт, что на него будет полный балл, он будет заниженным. Не на все, повторяюсь, но на многие. Вот это меня очень разочаровало, и я практически купоны не применяла. Но вот на это, по-моему, я использовала купон. Это спрей-защита от влаги для обуви. Я уже брала, он действительно работает. Для гладкой кожи, замши, велюра, ноутбук от текстиля, чтобы не промокать. Сейчас весна, лужи дикие, снега много. Он сходит, а где его артикул? Тридцать три, а нет, сто четырнадцать тридцать три. Вот. Поэтому вещь рабочая, действительно, поэтому обратите свое внимание. Так, дальше давайте тестить новинки дейтиков. У нас четыре дезодоранта в пятом каталоге. Ой, в каталоге выходят. Два мужских и два женских. Сейчас понять бы еще, кто из них кто. Так, первый, но это, скорее всего, женский. Прямо 48 часов защиты на всех, по ходу дела, девчонки. Так, смотрим, у них такая матовая текстура. Они обычные, такие железные. Я больше, конечно, люблю спреи, чем шариковые. Спрэнти Преспирант, Катон, Катон, хлопок, да? Хлопок, получается. По-русски хоть написали бы где-нибудь хоть слово хлопок. Вот нигде не написали. Фаберлик, ну, же российская компания, Катон Тач. Ощущение свежести, комфорта. Все как обычно. Кому интересен состав, девчонки, я знаю, что многие из вас за ним следят. Нажимайте на паузу, изучайте, нам заодно расскажите, что здесь есть страшного или, наоборот, хорошего. Вот, давайте, даже не написано, женский или мужской. Представляете, вот даже не написано. Информации вообще кошмар. Не, не написано. Ни в те меры предосторожности и так далее. Я удивляюсь. Давайте тестировать. Будем наугад, девчонки. Я не знаю, какой из этих второй женский. А каталог, ну, каталог, если только откроем с вами. О! Надеюсь, облако не будет таким удушающим, как в дезиках Эксперт. Потрясающий, девчонки, аромат. Не скажу, нет, облако все равно очень сильно, очень бьет в нос. Вот мне даже отсюда, через камеру, через лампу донеслось, сильно бьет в нос. Но пахнет обалденно. Вот действительно, похож на Рексона, вот тоже розовенькую что-то. Запах сильный. Будет ли он перебивать парфюм, расскажу вам в следующем ролике, когда все их протестирую. Но он сильный, но мне очень нравится вот этот аромат розовенький. Прям вообще супер. Цветочный, нежный, вот хлопковый, вот из разряда масс-маркета. Зеленый. Если кто-то видит, что написано для мужчин или для женщин, вы мне подскажите, я не вижу нигде. Артикул. 0,576. Спрей антипреспирант. Деликат грин. Зеленый чай, наверное, судя по всему. В каталоге надо читать, сейчас найду. Нашла. Значит, у нас с вами для нее, вот как раз, да, розовый и зеленый. Листья зеленого чая, розовый, жасмин и рисбергамот. И мужские у нас с вами, древесный аромат, коричневый, фрукты и пряный аккорд. И голубой, и вкалиптом, рабочую ли ананас. Вообще. Так. Зеленый, второй, женский. Ну все, теперь хоть с цветами определились. Классный. Что-то напоминает парфюм какой-то. Он действительно свежий, но в то же время и сладкий. Мне оба нравятся. Вот пока выделить не могу, оба классные. Ароматы действительно классные, в меру нежные, но они мощные, звучат громко. Коричневый, мужской, древесный. Так, здесь у нас с вами 0,5-78. Да, пряный, древесный. Пряный, древесный и сладкий. Свежести никакой абсолютно нет. Интересный, вкусный, тоже понравился. Так, голубой, мужской, 0,5-77. А вот этот мне нравится больше. Этот свежий. Вот я такие люблю ароматы. Немножко даже похоже. Знаете, на что? Дорчика Бану Лайтплю. Вкусный, свежий. Вкусный, свежий. И, в принципе, на девушке я его тоже могу представить. Прям вот он, он самый свежий. Так, дальше поехали. У меня здесь в отдельном пакете пошуршу бады. И не только. Пари программы. Эти два продукта как раз со скидкой 70%. Я взяла себе шоколадный коктейль. Хочу заменять ужин. Весна, все дела. 15 порций. Шейкер у меня есть. Артикул его. Надо посмотреть срок годности. 156-54А. До декабря этого года. Потому что распродавали их активно. И даже какое-то время не было. Но все равно. А у них, в принципе, год. Смотрите. По сути, свежие. От декабря 22-го до декабря 23-го. У них срок годности небольшой. Они, кстати, быстро портятся. Да, у меня один испортился такой. Если решили пить, то берите и пейте. Удовольствие не из дешевых. Стоять открытому ему не надо. Открытый вообще очень быстро портится. А так они очень вкусные. Я пью на воде. Так, хлорелла и спирулина. Водоросли, хлорелла и спирулина беру первый раз. Я их никогда не брала. Даже с момента, когда они появились. Но сейчас поняла, что мне надо. 200 штук. Артикул 157-57. Состав вам показываю. Поскольку здесь по многу, наверное, надо есть в день, мне кажется. По 6 порций в день перед едой. Перед едой. Вот так вот. Буду пить, расскажу вам. По 6 порций в день перед едой. Можно же было таблеточку сделать дуле, наверное, концентрированной, чтобы поменьше штук их в себя запихивать. Да, но не знаю, почему так не делают. Пахнет нормальненько так. Сушеной-зеленой травой. Ничего неприятного нет. В общем, буду пить. У нас водоросли вообще это источник великих, очень полезных витаминов. Дальше, по-моему, что-то по купонам из них. А какое-то просто так взяла по акциям. Оно было. Лакрем давно не брала. Наливаю в дозатор вспенивателя, который у меня на кухне в ванной. Мыть ручки. Разбавляю пополам с водой и пенкой моем руки. Лакрем я, кстати, так еще делать не пробовала. Надеюсь, тоже получится. Кухонное мыло Фаберлик пробовала. 28-73. Мне больше всего нравится именно с миндалем. Здесь молочные протеины. Ручки не сушат. Если вам мыло для кухни сушит руки, то обязательно попробуйте лакрем. Оно не сушит. Но и не так хорошо пенится. Но это нам и не нужно. Заказала две краски для волос. Я последний раз ими покрасилась и поняла, что в следующий раз хочу точно так же. Мы уже с вами так красились. Ролик есть. Это 10-15 салон Киа плюс 8-1 экспертовская. Салон Киа у нас с вами артикул. Ее долгое время не было. 82-76. И эксперт колор 180-43. Мне нравится это сочетание. Она дает сиреневый оттенок благодаря 10-15. Рожета у меня на корнях все равно потом появляется. Но я корректирую это с помощью тонировки. А в целом мне нравится. Но я в эти две краски сейчас добавляю еще сиреневый пигмент 0-22. Где-то сантиметра 4 точно. И вот у меня прям полностью устраивает цвет, который получается. И стойкость. Стойкость и интенсивность цвета. Поэтому решила пока краситься так. Так, дальше. У меня здесь два средства из детской линейки. Оба они 1 плюс, потому что пенится лучше. Как подмывашки, как пена для ванны, это ума. 0 плюс пенится хуже. Практически не пенится. 27-92 артикул. Хорошие средства, нареканий у меня к ним нет. Просто я нашла для себя другое. Но ради разнообразия беру вот это. По берликовски. 1 плюс. Как подмывашка для малыша, для новорожденного. Будет более идеальным вариантом. Хотя вроде как сравнивали составы. Они не сильно отличаются. Так, дальше взяла как раз по-моему по купону. Потому что это не дешевое удовольствие. Шампунь для нейтрализации желтизны. Блондекон. Вообще эта линейка безумно крутая. Очень здорово ухаживает за волосами. В то же время не утяжеляет. И действительно нейтрализует желтизну. У меня вот к этой линейке вообще ноль нареканий. Суперская. Но не совсем бюджетная. Поэтому вот по таким купончикам брать выгодно. Так, где у нас артикул. 27-10. У шампуня вот такой дозатор. Здесь кнопочка. И сам он вот такого вот яркого синего цвета. Именно синего. Хотя камера вам может привирать. Он синий. Не сиреневый. Для девчонок, которые совсем светленькие, этот момент важен. Так, дальше взяла интимочку. Для себя давно не брала. Все детскими да детскими. Детскими. Но все-таки самое любимое средство для интимной гигиены. Фаберлик у меня вот это. Не пьянка. Потому что она может подсушивать слегка. А именно вот это. Гипоаллергенные средства для интимной гигиены. Которые содержат молочную кислоту. Самое обалденное. Можно переливать просто с дозатором флакончик. И все. Как я и сделаю, собственно говоря. 1, 6, 4, 0. Дальше взяла ополаскиватель для полости рта. Вот такой лечебной травы. Мне кажется, я не брала. Я брала голубую. А вот этот, по-моему, не брала ни разу. Так, у нас с вами артикул 22,56. Вот так запечатанный приходит. Интересно. И попробую сейчас. Ой, это прям мята-мята. Я думала, что здесь ее будет поменьше. Но нет, она жжет рот. Вот кто не любит мятный продукт, вам не понравится. Это живая мята, прям, которая обжигает. Так, дальше новинка, которой не было, но потом она появилась. Это Ума 3+, шампунь с клубничкой. Попробуем с Ксюшкой. 28,09. Шампунь плюс бальзам. Шампунь плюс бальзам. Фаберлик вообще не работает ни грамма. Ну, по крайней мере, на наших волосах. Химозная, но очень приятная клубничка. Вот прям клубничка. Клубничный чупик. Не клубничное варенье, нет. Клубничный чупик. В общем, кому интересно состав, показываю, можете почитать. А мы потестируем и расскажем. Так, дальше. Взяла для Ксюшки трусики. Мы уже их брали. Не помню, в этом размере или нет. Так, 158-164 размеры. Это новогодняя коллекция розовые. Кстати, раньше никогда трусики не подводили. Фаберликовские, в принципе, никогда. Не такая вот коллекция новогодняя. Но здесь вот одни из трех у нас даже вскрыть негде. Быстро порвались. Вот я прям удивлена. Обычно им с носу нет. Вот сколько я свои ношу тоже. Ну, не знаю, может, что-то не так стало с качеством. Но вообще никто не жал. Ой, слушайте, нет, у нас были розовые, эти вот такие вот, да. И на розовых у нас очень быстро оторвалась вот здесь вот эта каемочка. Смотрите, какие яркие, красивые. Вот такие вот трусики. Классные. Вообще они классные. Здесь всегда приклеена защитная гигиеническая пленочка вот такая. Такие вот классненькие. Так, потом такие же. А, нет, немножко другие рисуночки. Новогодняя тематика. Ну и все равно. Какие были такие весело ассортимент, к сожалению, на детей все меньше и меньше. Вот в плане белья прям вообще. И вот такие беленькие. Кто тут у нас? Бычок. Happy New Year. С бантиком тоже. Ну, красивые, хорошенькие. Так, дальше поехали. Дальше в себе. Нет, еще не в себе. Из одежды кое-что взяла. Новая паста. Новинка пятого каталога. Это уже апельсин. И она уже не 3+, а 6+, потому что здесь есть втор. Поэтому это будет чисто Ксюшкина паста. 28,85 состав. Кому интересен. А то и с бананом Крис у меня с удовольствием чистит. Смотрите, здесь есть защита. Мы сейчас ее с вами посмотрим и попробуем. Вот такая вот. Она оранжевая. Она кремовая. Она непрозрачная. Ну, апельсинка, апельсинка с мятой. Апельсин с мятой. Мне нравится, мне вкусно. Но мяты много. Мяты много. У кого детки не любят здесь мяты, много. Она тоже немножко вот прям поджигает. Вот эта новинка, фотографий которой как раз-таки в вид новинках не было. Это у нас с вами фитобальзам живицы для тела. Очень интересный продукт. Уже не терпится его попробовать. 28,28. Давайте почитаем быстренько. Кедровое масло. Смягчает кожу, в том числе шелушение, слушайте, и омоложение. Прямо хоть на лицо сегодня ночью намазать. Очень интересный состав. Кто разбирается, девчонки, вставьте свои два слова, пожалуйста, в комментариях. Так, запечатано. Я вам более подробно, конечно, потом мы с вами все разберем, все расскажу, когда потестирую уже. Смотрите, вот такой вот зелененький ментоловый цвет. По запаху пока не пойму. Сейчас разнесем по рукам. Такой вот практически сразу тает на коже. Такой вот маслянистый даже. Пахнет пастой живицы зубной. Такой вот травяной живичный аромат. Омолаживающий и снимающий сухость эффект у нас заявлен. Но он достаточно приятный. Знаете, такой освежающий. Что-то типа вот живицы плюс ментола. Но у нас тут масло, кедра, кедровое масло. Вот хорошо пахнет, не отторгается. Так, детская туалетная бумага. Периодически беру. Иногда нужна 0+, влажная. Так, здесь 40 листов. Она смывается, поэтому продукт классный. Так, 304,01. Дальше вот по купону еще как раз таки взяла маску пенящуюся Global Oxygen. Потому что она действительно очень крутая. Кто не пробовал, девчонки, смотрите на акциях. Прямо обязательно. 0,857. Единственный у нее косяк, который прям я считаю косячиной, это то, что там трубочка не достает до конца. То есть где-то 1,5 часть флакона у нас остается в тюбике. И приходится ее подручными средствами, лопаточками, ложечками, палочками выковыривать. То есть вот трубка вот до сюда. Это прям косячина, косячина. И за это я не люблю. Вообще вот эта серия обалденная. Маска на лице пузырится несколько раз. Она у меня первый раз пропузырится. Я ее еще раз разнесу по лицу. И так три раза. И потом иду смывать. Лицо свежее, лицо подтянутое, лицо увлажненное. Прям вообще красота. Это, знаете, вот на выход. На выход. Прям очень люблю эту маску. Она действительно классная. Так, дальше, девчонки, по купону. Как раз таки у меня был 60%, по-моему, на парфюмере. Я взяла свекровень Когнита парфюм. Она его очень раньше любила. Давно что-то у меня не просила его заказать. 31,77. Взяла и полноразмерку. Он что-то прям рублей 600-700 выше. Очень бюджетно. И купон у меня был на средства для дома. Там порошки и так далее. 260 рублей обошелся порошок. А второй еще взяла просто так. Альпийские луга оба. Вот оба они альпийские луга. Так, артикул. У нас с вами 322. Сделано в Германии. 800 грамм. Он гипоаллергенный. Он подходит астматикам. Можно стирать им деткам с рождения. В общем, все с ним отлично. Хорошо астетирует. Со своей задачей справляется. Поэтому иду. Так, дальше что у нас с вами еще осталось? И вот как раз осталась моя начнушка. Я очень давно ее девчонки хотела. Надо все подвинуть. На нее долго-долго смотрела. Уже несколько каталогов. Но раз такое дело, значит надо брать. И пока я думала, того цвета, который я хотела, не было. Артикул 86-2071. Я очень люблю начнушки и сорочки из вискозы. 92 вискоза, 8 эластан. Состав обалден. Вот я прям обожаю такой состав. Так, и размер у нас с вами. Он здесь что-то я не вижу. Размер XXL, по-моему. Или я уже просто не вижу. Но я его не вижу. Так, и вот такая вот она бежевая. Ночная сорочка. Я хотела немножко в другом цвете. Такого гментола. Сейчас распакую, покажу. В следующем видео вам обязательно покажу на себе. XXL, да. Вот она. Это начнушка. Она невероятно. Девчонки приятная. Уже к рукам. Вот так сделана горловина, V-образный вырез. Слава Богу, Фоберлик любит такие вырезы делать, чтобы прямо мама не волуся под горло. Я терпеть такие. Не могу здесь, слава Богу. Вот такой V-образный. Она невероятно приятная. Она прям будет струиться по телу. Вот такой вот рукавчик. Ну и собственно говоря, из того, что можно мне еще показать, больше показать нечего. Я ее вам обязательно в следующем ролике надену и уже продемонстрирую по размеру, как вообще и так далее. Вот так вроде широкая. Посмотрим. Низ вот так обработали. Фокус. Вернись. Я все прощу. Вот так. Но так как я обожаю вещи из вискозы, я на нее все смотрю. Я на нее глядела. Обзор. Прям мне так хотелось. Я ее взяла. Вот информация. Очень интересная такая вещь. И по-любому приятная. Сегодня же прям ее после душа одену. Ой, девчонки, еще забыла вам подснять. В коробке завалялась. У маркера для бровей заказала. Я на него крутой очень ролик нашла, что он прям как татуаж два дня держится точно. Будем тестить с вами. У меня хоть и татуаж, но я хочу, он уже подвыцветает, я хочу попробовать. Мне прям интересно. 502, 22 артикула. Сейчас раз покажу. И новинка пятого каталога это черный лак. Черный лак. Будем тоже с вами маникюр как-нибудь с ним делать. 79, 13. Вот, собственно говоря, черный лак. Ну что он черный? Черный. И потом посмотрим по стойкости, как этот оттенок себя на ногтях поведет. И так далее. Так, и сейчас просвотчу вам маркер. Я брала цвет для блондинок. Смотрите, девчонки, как он выглядит. Это такая кисточка, это как маркер для, как подводку. У нас есть лайнер. То есть она мягкая. И вот так выглядит свотч. Он немножко зеленит. Видите? Немножко зеленит. Посмотрим, как это будет выглядеть на веках. И он вроде как застывает и не стирается. Мне не очень удобно одной рукой. Сейчас я попробую по трубке. Потерла, он не стирается. Я просто смотрела на теплый какой-то там бежевый, теплый коричневый оттенок. Он почти черный, очень темный прям. Поэтому взяла для блондинок. Но у него есть легкая такая зеленца. Ладно, в следующем ролике попробуем с вами на бровях. Ну и пятый каталог, конечно. Здесь тоже есть новиночки очень интересные. Подарок за регистрацию тоже будет классный патч. А кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.